Я и мой маленький друг Ромка заинтересовались, как же выбрать правильно ролики, потому что ролики, которые сейчас на мне, это ролики не моего размера, это ужасно, я не могу на них стоять, я не могу жить, Роман, говори ты. Терпи. У нас в гостях и директор Красноярской роллер-школы, это Юрий Торлопов. Здравствуйте, Юрий. У нас сейчас представлены вот такие детские маленькие ролики и на мне вот эти колодки, которые меня мучают. Это тоже детские маленькие ролики. Как вы сказали, по ним видно, что это агрессивный ролик. Юрий, скажите, пожалуйста, главный вопрос, наверное, для всех родителей, с какого возраста вообще ребенка можно ставить на ролики? Ну, вообще, в школу мы берем за 4 лет эти групповые занятия. То есть 4 года организм уже достаточно нормально сформирован. 4 года организма нужно напрягать, чтобы он формировался. Поэтому, чем раньше вы отдали ребенка, по большому счету, спорт. И что там не сломается уже? Ну, он и в 40 лет ломаться будет, то есть тут как бы связи нет. Вот этот организм, если мы сможем его потерять. Скажите, вот хорошо, в 4 года уже можно ставить ребенка на ролики. Как выбрать ролики? На что вы получите внимание обратить? Нужно посмотреть на качество роликов. То есть очень должен быть жесткий вот это вот место ботинка, называется оно манжета. То есть у ребенка нога должна стоять ровно. То есть вот он поставил ногу, ни внутрь, ни наружу. Нога заваливаться не должна. Понял? Да. У него не заваливается. Он ничего уже не заваливает. То есть вот это самое главное в роликах. Все остальное, там, колеса, подшипники, это все. Вообще, чем-то детские ролики от взрослых отличаются? Или вы сами только поменьше? Ну, самое главное, наверное, отличие в том, что детские ролики раздвигаются. То есть это вот сына моего ролика. Они минимально 29 размер, максимально они 32 размер. Соответственно, взрослого человека нога не вырастет, ну, в большинстве случаев. Поэтому, как бы, такие механизмы, они не актуальны. По поводу защиты, наверное, актуальный вопрос. Потому что я сейчас переживаю за своего коллегу, он абсолютно без защиты стоит. Ну, почему? Что нужно защищать в первую очередь? Защищать нужно все выпирающие части тела. То есть это кисти, локти и колени. И нос, наверное. Ну, нос, как бы, там. Наносник надо наносить. Наносник, нет. Надо просто купить хоккейный шлем с полной защитой. Вот сеточка. То есть, ну, вот локти, кисти. То есть вот должна быть вот такая вот. Все, чем мы тормозим, она падает. То есть вот все, что первое должно будет упасть на пол, должно быть защищено. Обычно падают как? Рухами же? Или на бок? Ну, есть, скажем так, есть хорошие способы падения, да. Вот. Их мы, как бы, рассматриваем на занятиях в школе. Но жизнь такая штука, да, как бы, ну, то есть она непредсказуемая. Не знаешь, как упадешь? Да. А хороший способы падения, это что значит? Ну, хороший способ... Как? На соломку. На соломку? Ну, почти, то есть чем ниже ты присел, грубо говоря, да, тем меньше тебе падать. Соответственно, вот ты должен полностью присесть. В процессе падения ты должен вот сгруппироваться, да, присесть и на бочок упасть. Либо вперед, потому что вот кисти, колени, локти, это все закрыто. Стоялся, стоялся. Да, какие у нас, наверное, в городе есть самые лучшие места для катания, где падать наиболее комфортно или вообще не падаешь? Потому что все ровно и грязно. Да, нет, ну, на самом деле, место и падение, это две вещи, как бы, ну, не связанные между собой. То есть абсолютно без разницы, как бы, миф такой распространенный, что зимой, к примеру, на катке ты падаешь, тебе не больно, а летом на асфальт больно. То есть на самом деле травмы нет и растяжение, там, переломы открытые, закрытые, там, и прочие вещи, они абсолютно одинаковые на катке и абсолютно такие же будут на асфальте. Не, ну, на катке просто ты в шубе. А вас в шубе не спасет, нет. То есть от того, что ты вот под себя вот так завернул руку, выдрал себе все кости, переломал их, это не помогает. Единственное отличие катка, падения от асфальта, это тебе там на асфальте шкурка сотрется. Вот, ну, а от открытого перелома со смещением, как бы, стертая шкурка, это уже такая мелочь, что, в общем-то, на это можно не обращать внимания.